Мы в качестве результата получили такую вот интересную картинку. Вещи находятся между собой в отношении тожества. Вещи находятся между собой в отношении тожества и признаки свойств вещей также относятся между собой. Помидор круглый, а огурец продолговато. Значит, помидор и огурец относятся друг к другу. По способу отношения с собой, то есть овощ есть овощ. А круглость и продолговатость тоже относятся между собой. И отношение свойств круглый, продолговатости является тем, что сказывается об отношении вещей. Отношение свойств овощи, продолговатость, сказывается, говорится, является тем, что говорится об отношении вещей. Говоря прежним языком, отношение вещей является субъектом, а отношение свойств является предикатом. Отношение вещей – овощи, субъектом – это то, о чем говорится. А отношение свойств круглого, продолговатого – это то, что говорится о субъектом. У нас получилось, что нет вещей, обладающей свойствами. То есть нет просто ситуации «помидор круглый», ее просто нет. А что это значит? Это значит, что нет ситуации субъектно-предикатной. Если нет вещей свойства, то нет и субъекта предикатного. По старому, в классической ситуации, разделяем на любой, если нет философии, «помидор» является субъектом, то о чем говорится, а «маловое» или «красное» является предикатом. То, что об этом говорится. У нас это получается, что субъектом является отношение вещей, а именно отношение должности. Овощи есть овощи. А предикатом является отношение должности к продолговатности. Есть отношение должности к продолговатности, которое отсылает нас к отношению должности вещей. Здесь же есть странность. Получается, у вас предикаты сказываются о понятиях. Потому что отношение вещей – это какое-нибудь понятие? Конечно, есть это понятие. Овощ есть овощ. Понятие у нас существует не как эллис, а как отношение должности между всех. То, что будет понятие. Нет сущего овоща. То есть всегда нужно как минимум двери в одном и овощи. Да, да, да. Всегда как минимум двери. Нужно отношение должности, то есть способ и форма, в какой существует понятие. И свойства – круглый продолговател, красный и зеленый. Все это – это отношение. Не свойства сказываются о вещах, а отношение, свойств сказываются по отношению к вещам. Вот такая необычная картинка. И мне она представляется сама по себе достоянной. Из-за того, мы ее получили, а мы этого уже получили. Конкретными какими доходами получили. Но сама по себе она представляется вполне, как бы, узнаваемой ситуацией. Хотя абсолютно не вероятно. Отношения, свойства, еще раз, сказываются об отношениях и вещах. Так они удерживаются в качестве субъекта, это не кажется? Да, вполне. Отношения вещей удерживаются, они находятся в отношении туристу. Овощи есть овощи, овощи равен овощи. Оно удерживается, да, отношения круглого продолгователям, в общем, чтобы не удерживаться, потому что оно тоже удерживается. Но оно существует, как века, на связи с этим. Так, а нельзя говорить о том, что «А», оно «А». Помидор есть помидор. Почему такое так нельзя? Ну, есть какие-то два разных кандидора, которые отличаются. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Но отличаются тем, что инстинциализовато такое. Основатый, да. Основатый, да, пожалуйста. Это все то же самое, что вы используете. Ну, то есть, чтобы состоялось, получается, отношение двух тождеств, вам нужно, чтобы было где-то отношение различие? Да. То есть, ты напал, то есть не о субъектах нашим, а о прадиканах? Сначала прадикан, потом о субъектах? Нет, по-моему, нет. По-моему, логически сначала устанавливается отношение тождества между предметами, а уже затем насаживается, как я в прошлый раз говорил, насаживается отношение с людьми. Логически более отношение к тождеству. Так, а что оказывается субъектом, у которого сказываются предикаты? Субъектом оказывается отношение тождества между помидором и огурцом, то есть отношение типа овощ есть в овощи, овощ равен в овощи. Это отношение тождества, которое существует между вещами. И в этом виде существует понятие, то, что называется понятие. По-другому виду понятия имеют. Только отношение помидоро-огурца, отношение вида овощ есть в овощи. Когда оно установлено, то свойства этих овощей, круглые, треугольные, красные, зеленые, соответственно отсылают и сказываются. Функция именно предиката. То, что говорится о понятии. Понятия имеют. Отражающая ситуация у нас получилась. Замена обычной ситуации. Энтерса. Вместо энтерса у нас отношение тождества вещей. И вместо субъектно-предикатной ситуации. Помидор красный, ну как вы видели. Сочек сапирина. Пребоугольный, сладкий, белый. Этой ситуации нет. Они не обнаружены. Ну что, другая ситуация. Отношение свойств правильных вещей сказывается об отношении тождества вещей. Вот такая картина. У нас не представляет совпалу. Мы доставили, не повстали. У нас пришли. за определенными логическими отказаниями, она сама по себе мне представляется вполне терпимой, выносимой, смолзной, я бы так сказал. Поим разумом, принимается эта ситуация. Говорит, что она совершенно неожиданная. Приди, чтобы меня смог. Но после того, как мы лишились эйдоса, можно было ожидать, что получится какая-либо необычная картина. Чтобы из эйдоса опять же никто не откуда. Если мы убрали эйдос из красивого знания, то можно ожидать, что... А отношение трех может быть? У нас три вида вообще можно быть? Конечно, отношение тоже, что бесконечности. Да, но получается, что я понимаю, что огурец, помидор и стул. И все, значит, они с одной стороны двое из них овощей, а один из них медный. Или, грубо говоря, все они в другом вещи. Но неужели эта ситуация нам не длится до бесконечности? Неужели у нас эту ситуацию помидор, киви и огурец? А почему? А почему? Почему киви? Что они ставят? Сверкла, да? Сверкла. Сверкла, они вас не освоизводят. Чего это происходит? Эту ситуацию, когда у вас нету троих овощей, но есть двое овощей и еще третий, которые тоже вещи. Ну, так отношение «тождество» вещей, да, с понятием овощей, понятием… Просто, когда вы берете три вещи, у вас, грубо говоря, два способа отношения всегда. Нельзя же сказать, что и то и или если… Ну, попарно… Ну, попарно, попарно. …конституируют нам овощи. Да, попарно, конечно. Ну и попарно. Попарно. И я все делаю, что… Поэтому они, как бы, все три не овощи. Понимаешь, о чем это? Почему? А почему одни овощи? Один с другим овощи, другой с третьим овощи. Значит, первый с третьим овощи. Нет, не так. У тебя один с одним овощем, а все втроем одни вещи. И столько вещей. Ну, я не понимаю. Я не вижу здесь никакой проблемы. Нет, абсолютно. Скорее просто понятно, почему мы отказались от эдетического подхода. Потому что здесь в эдетическом подходе как бы вещь изолируется. Да, она сама по себе изолированная какая-то. Ни с чем не соотносится. А здесь взяты как раз вещи изначально вычисленные из некой общей картины. Из некого общего контекста. И она постоянно находится в отношении с контекстом. Я не о том. Не о контексте. Я все-таки говорю, что когда у нас есть отношение попаданных сущностей, когда они попадут, да? То есть у нас есть, ну, например, отношение пульса и помидора, а овощи. Я думаю, да? Отношение пульса и помидора. Так и да? Угу. Вот. Ну, точно так же в эту компанию добавим чего-нибудь там еще. Пшеницу. Ну, добавили в эту компанию пшеницу. Их отношения кондектируют нам продукты питания. Допустим. Ну, вот, на мой взгляд, получается, что у нас ситуация... Что если мы даже возьмем свеклу, помидоры или огурцы, то для нас это... Они... Все в нем не будут овощами. Точнее, они будут овощами, я помню, на том же основании, на каком пшенице свекла или помидоры, то есть, что, как назвать вещество к культурным феноменам? Ну, в чем здесь проблема, что у нас тогда огурец и два помидора, они перестают быть овощами. Если у нас огурец помидор овощи, то он берет третий помидор и он уже не овощ. Вот почему? А почему не овощ? А почему помидор? А почему помидор? Просто есть логическую форму рода вековарок. Да, это логическая форма, это логическая форма. Игорь, твоя претензия была бы только в том случае, если бы рода были сущими. А поскольку у Олега Михайловича рода – это просто наименование, это значки какие-то, то как угодно можно их комбинировать. Комбинировать их, ладно, как угодно. У Олега Михайловича нету родов в том смысле, как ты говоришь, что они как бы сами по себе. Я же не думал. Ты взял, посмотрел нечто два одинаковые и обозначил их черты одни, потом взял другой, посмотрел одинаково. Я просто хочу сказать, что добавление в это отношение твоих третьего элемента, оно в каком-то смысле разрушает первоначальные отношения. Вот в чем дело. Ну это непонятно. Я не вижу здесь проблем никакой. То есть мы добавили в это отношение. Это странно, конечно. То есть если доска находится рядом с циферплатой, рядом со шкафом и рядом с человеком, как мы видим, то типа разрушается как-то отношение? Да. Ничего не разрушается. В чем тут разрушение состоит? Мы же видим, что феноменологически и разные предметы разных родов находятся рядом с другим. Что у нас когда есть отношение о куца и помидорах, мы добавили еще один помидор, и я уже перестал быть овощи. Да причем здесь вообще рода? Рода-то здесь причем. Ну ты же говоришь об овощах. Я же говорю, вот доска, часы, шкаф, батареи, вот они все находятся в одном контексте. Не важно, что они как бы, их можно или нельзя там как-то по родам и видам разложить. Важно, что они вместе могут существовать и соотноситься. И все. Тут никакой проблемы-то нет. В феноменологии проблема решена тем, что ты видишь разнообразные вещи одновременно. А ты локтенок. Так, смотри. Ха. Что-то было в чем. Шаг назад. Вещь это место, которое удерживается единым при переходе от одного качества к другому. Да? А предмет, мы начинаем мыслить, когда мысль устанавливает отношение равенства с собой, отношение отрожества с собой. Да? И благодаря этому установленному отношению, эти вещи, тождественные, другушки. Или они находятся в отношении отрожества? Они находятся в отношении отрожества. Так. Да? То есть, что находится в отношении отрожества? Вот, грубо говоря, те полюса, те места, которые удерживались в качестве тождественных при переходе в каждом из них от пререгата к пререгата. Но я хотел сказать здесь подсчетное другое, что когда установлено отношение творчества с собой в мысли, тем самым установлено отношение творчества между вещами, и сегодня добавляется что? Что вот эти вот качества с тем самым можно сравнивать, и отношения уже вот этих качеств сказываются о предметах, а предметом у нас оказываются вот эти вот вещи, находящиеся в отношении творчества. Но отношения тоже стоящие, это просто понятие. И понятное дело, что содержание понятия определяется тем, какое разнообразие оно имеет. Вот вещи, как вещи, то есть отношения, обладают какой-то определенностью или не обладают? Обладают. Какое? Определенность овощей, да. Оно обладает какой-то определенностью. Нет, это пустые места. Хорошо. Это пустые места. Все, что есть определенного, оно сосредоточено в их предикатах. Ну, по ставам говоря, да? В тех качествах, которые мы проходили удерживаясь. Тогда работает тот самый аргумент, о котором говорил кто-то друг, позапожный раз, что все, что мы получаем, это чистое понятие вещи, различающее некачество. Нет, не мебель, не овощей, но есть вещи, как вещи. Ну, в начале, да. Потом, когда мы зеленые шаги с красным, круглые, все. Да, просто следующим дошагом оказывается, что их можно сравнивать. То есть, в отношении цвета и это, и это можно сравнивать. Вот этот цвет сравнивается с их. Если ты говоришь, что добавляется третья вещь, ну пусть добавляется, она тоже в качестве цвета будет включена в это сравнение. Ну, отлично. Если мы получили вот эти самые вещи, благодаря сравнению его свойств, да, некоторая определенность, она стала овощей, то тогда мы включили вот эту третью штуку в это отношение, третью, и у тебя, и у нас понятие вот этой овощности, оно поплыло, оно стало другим. Так нет никакого понятия овощности. Можно просто выкинуть ее вообще. Каждый раз тождество разное. Когда тождество двух – это одно тождество, когда кое-что друг – другое тождество. Ну, и что, почему? Потому что это понятие. Откуда тождество берется? Под понятием овощей ты рассматриваешь тождество помидора, а под понятием, не знаю, предмета ты рассматриваешь тождество. Словом овощ в речи Олега Михайловского он замещается словом предмет, без потери смысла. Но это не разная вещь, именно в речи, 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 речи. Рады, от одной и той же сущности, роды могут настраиваться многообразно, там, роды друг друга вложены. Ну, и вот про роды я вообще не понимаю. Получается, это странная картина познания, что когда мы увидели еще один помидор, мы необычайным образом духовным помидором. Нет, нет. Очень странно, Игорь, ты точка зрения познания, когда мы увидели, что есть огурцы, помидоры и стулья, мы удивились, что общность между огурцом, помидором и стулом другая, чем общность между помидором и огурцом. Вот такая прям странная-престранная. А ты не понимаешь, что в чем тут разница? Понятия разные. Общность, которая определяет предмет. Давайте отключим ее свернуть. Здесь помидор, здесь огурец, а здесь стул. Да, но проблема-то, наверное, она не в этом. А проблема в том, что всякий раз добавляя еще один помидор, стул или что-либо еще, мы... Если вместо стула добавишь помидор, тогда останется как полочный стул. Что-то и дело, что не останется. То-то и дело, что не останется. Ой, ну какой-то вред. Так, подожди. Если я добавлю слеплу в это отношение, то не останется тоже на самом деле. Не останется соотношение между... А почему не останется? Не можешь увидеть общее понятие овощ в трех овощах, что ли, конкретно? Вот не могу. А почему? Да как? Потому что не могу. Попарно увидел и, значит, увидел всех трех. Потому что у тебя понятие овощ основано, тем не менее, на том, что... Не, понятие овощ ни на чем не основано. Ты просто феноменологически видишь это. Единое понятие от трех. Основано все-таки, повторяю еще раз, на различии между протонговатором и микробным. Она на нем основана. Никуда она без него не денется. Добавлю слеплу, все в карты повесить. Да нет, смотри. Чтобы мы не добавили, у этого что-то будет цвет. Да. Будет размер, будет форма. В этом отношении он спокойно сравнивается со всеми предыдущими. Сравнивается. Ну так в чем проблема? Я тоже, я вообще не понимаю, что ты вот говоришь? Я тоже вижу, проблемы никакой. Тем, что у тебя эта штука стала какого-то свекла. Темно-красного цвета, да? Темно-красного цвета. Потому что если у тебя овощи, они конституируются благодаря отношению между красным и зеленым, то теперь сюда вмешалось еще темно-красное. И у тебя овощи зеленился. Сам по себе овощи перестал забили. А как вам интересно у тебя понятие конституруется конкретно? Что-то я не понимаю. Я, кажется, понял. Понял, о чем говорит Игорь. И говорит о том, что это соотношение дает нам конкретное определение. Вот это овощи, в данном случае, овощи. Конкретные и конкретные некуда. А, я понял. В том-то и проблема, что... Точнее, наоборот, это не проблема, а то, что экрадиозный успех. То, что у нас понятие, оно при всем при этом удивительным образом конкретное. Конкретное и конкретное. Оно абсолютно мыслимо. И при этом конкретная это невозможность. Так, подожди. Тогда можно свой вопрос задать еще раньше. Потому что если у нас есть только помидор и огурец, то оказывается, что овощи у нас одновременно и красные, и зеленые. В одном и том же отношении. Да, да. Красные и зеленые, да. Да. Чего, как нам завещал великий анистодия, не бывает. Ну, вот бывают. Олег Михайлович, Ваше оправдание. Я уже не знаю, что сказать. Это же понятие. И сказывается о понятиях. Понятия сами высказываются об общих. Поэтому для понятия это может быть и красные, и зеленые. Не может быть для существ. То есть, я хочу сказать, что у нас понятие овощи конкретное, что – это не встатный кое-то, а исключительно конкретная. Да это не понятия овощи, просто-то… Понятия овощи-оддень. Понятия… Понятия… Хорошо, можно по-другому объяснить? Вот в твое конкретное понятие понятия овощи-оддень. Добавится третье овощи, будет понять овощи-два. Добавится четвертый овощи, будет понять овощи-три. И так далее. Ну, а что у к я проблемы не вижу но ты не знаешь на самом деле что эти все понятия каждый раз уточняется понять а что удивительно но и стреляет не удивительный опыт просто как бы уточнять каждый раз твое понятие до станет как-то иначе кататься только или сконститурует сразу овощ для всех овощей а здесь будет каждый раз при добавлении нового предмета опыт будет изменять но это понятие ну и что я не вижу эту проблему будет понятие другое что как и в родах бывает точно так же добавить что будет еще более высокий уровень рода там предметов было как доля пока все не было б сказывается о с да и это вот связка дает нам некоторое определение что и есть с сократ лынский сократ курноский неважно лынский и курносый сказывается о сократе тем самым определяется какой-то вот этот субъект и потом уже можно сравнивать сократа с арестутира которого волосат и приманулся да совершенно верно у вас ситуация другая у вас этого нет соотношения субъекта и предиката у вас есть соотношение двух вещей причем соотношение в виде торжества это вместо субъекта а вместо предиката есть отношение качества и вот это отношение качеств выступает предикатом то есть сказывается о чем вот об этом вот торжестве вещей тогда просто у нас не может быть вот таких вот обсуждений почему качество или качество субъекта не может быть суждений как вот такой логической форме потому что ну как это отношение красного к зеленому сказываются по дождестве двух вещей что это за суждения нет я наверное так я просто параллельку привести но некоторым образом вот действительно эти пустые места определяются да можно ли сохранить зону субъекта и предиката и вот когда мы берем аристотеля да аристотеля который волосат то есть у нас что получается субъектом оказывается просто человек то есть отношение между сократом и аристотелем а предикатом есть их различие между волосатостью и выскостью так далее и в этом смысле я не вижу разница разница определяли их раньше определяли классическую форму это помидоры круглые это бурец он продолговатый и из объединяем их как бы не кроме объединяем потому что ишка туда не ездит он твердый да вот об этом нет ничего страшного я просто замечаю на то обстоятельство как только мы во этого отношения между сократом и аристотелем добавили платона то как бы они все втроем уже не люди они обезьяны или и нет вот в чем дело почему а почему нет так оно и есть то есть если у нас еще раз говорю ты как бы вот интересный ты парень в этой ситуации классическая ситуация откуда у тебя взял спадали где-то и без но он имеет виду что там и здесь есть и и даст для всего многообразия там 3 10 то миллион человек один и тот же а тут каждый раз следы сконститурируется отношением до и теперь является третье твои дес изменяется но если говорить в терминных видосе там или предварительно заранее саду вырезать сократа не определяется а у вас отношения между вы лысостью и кудрявостью определяет человек да не ну а почему аристотелем сократнее не определить как два живых существа как два предмета как два двуруких существа там и прочее ну правильно но это значит правильно поэтому эти названия названием эти рода никакого отношения к рассуждению имеют они рассуждения имеют этот способ просто нам память о чем идет речь мы мы как бы говорим о торжестве двух вещей это торжество можем найти в разном много разно разнообразных способов это тоже стал наружу может быть и так вы забываете что сначала мы установили отношение вещь-свойств и теперь мы уже это вещь-свойств затем мы установили логически сначала отношение то есть то вещей поэтому когда это дошла речь за сравнение свойств мы сравниваем не просто качество что вот круглый сторона продаваться это не так мы сравниваем круглость и продаваться как свойства двух вещей уже находящихся отношения к другу но мне это просто казалось что когда мы установили тождества круглости и красноты и помидора помидора можно видеть тождества таким образом мы однозначно образом помидор так определили в то время как для классического подхода для него не только важно что сократа является очень важно что субъект отличается от своего эликата слово однозначно тебе откуда делось вдруг налетел из этого где тут написано что однозначно не однозначно не однозначно вещи вступают в отношения тождества только благодаря тем свойствам какие имеют а не другим откуда делось однозначно важно что в самом начале наш наша вещь для того чтобы стать вещью вещью она вступила в зимно однозначное соотношение со своими свойствами а значит феноменологически любая вещь пространство огляните вступает в взаимоотношения со всеми я могу объяснить почему это потому что в классическом подходе есть некоторая вещь обладающей свойствами а здесь ищет отношение между круглостью и красноту очень неправильно 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 это место которому это присоединенные хорошо а что тогда вступил в отношении только сверху в отношении тоже сверху что вступила и северс вещь это отношение свойств нет никаких вещей а место что такое потом место что и такое место было нет нет точно говорить вещи это тоже чувственной формы три изменения свойств это не отношение это удержание тоже чувственной формы как мы с вами говорили удерживая чувственной формы мысль за металл мы говорили тем что она удерживает чувственной формы три смене слой абсолютно право что чтобы была вещь нужна именно смена слов но вещь удерживается как место тем словом что удерживается то чувство чувственной формы от света цуху с удержанием они в одном и том же месте место тождественность себе это тождественность места это народ за тождественностью чувства и тождественность чувства это и предмет меняется а чувственная форма сохраняется нет но с другой стороны так задается вещь игорь прав что определенность вещей определяется через его свойства определенность то есть то что содержательность вещей определяется соотношением свойства потому что место это не нечто пустое как бытие ну да по случаю сону это место место принятия не как определенность не место не определено место это бытие это присутствие а свойство это определенность по отношению с людьми но здесь то возникает но это порождение из их каждый раз когда сравниваются то многообразные вещи разные во кантра разок возникает новый нелес там уэс был один заранее как бы да на курить человека раз есть каждый раз новый нос и выáveis почему этот эйдос остается тем же самым, если он остается тем же самым. То есть, когда к двуму овощам мы добавляем третий овощ, мы должны объяснить, почему этот третий овощ как бы не изменяет их общее тожество. То есть эйдос. Когда при определенной вещи, почему у нас нет отношения к субъекту? Потому что происходит хирург. Совершается переход от круглости и красности, и удерживается то жество субъекта, и для кого-то получается место, которое можно назвать что-то по фигуру. Удерживается место, но нет никакого отсылания. Место – это поврата собственным какими-то бытиями, какой-то собственной определенности, чем иначе, чем отношение целостности. Она, ну, касается, например, определенных мест, которое круглое и красное, причем мы не можем одновременно, я обращаю на это внимание, не можем одновременно и круглость, и красить. Да, получается, все-таки… Получается, что я… От круглого, от круглого, потом от круглого, красного, снова. Удерживает чувствованный флот. Это ситуация вещь-свойство, наставивание. Вещи-свойства, вещи-свойства. Вещи-свойства. И сдержение от свойства-свойства при удержании места, которое назовем вещь. А вот этот сын… Вот это ведь то же самое, который продолговался вообще. Зеленого продолговался, удерживая то жество чувства. А вот когда мы делаем следующий ход, мы сначала устанавливаем отношение тождества между этими двумя местами, в разных пространствах. Два пространства в разных местах. Два места в разных пространствах. Когда мы устанавливаем отношение тождества, мы уже берем… Возникает эта ситуация при декабре. Мы теперь можем от вещи перейти… От свойств перейти к вещи. Кроме того, это имеется все другой вид. Отношение… От какой вид? Отношение свойств… Относятся к отношению вещей. При построении вещей этого не было вообще. Просто меняли свойства и где живут месты. А теперь, когда мы имеем отношение к вещей, получается нечто подобное этому, но в совершенно другом смысле. Отношение свойств посылает нас к отношению вещей. И в этом случае можно и три, четыре… Теперь, если это будет помидор, огурец и шкаф, то придется назвать просто вещью. Потому что шкаф носит. Рог и вид имеют вид, имеют смысл целовые части. Помидоры, огурец и штуки. Все вместе – это вещь, предмет. Частью являются овощи, другую частью являются овощи. Не, ну понять это и единичные вещи не могут же в одной куче быть. Как это… Род и вид – это как части. Помидоры конкретные и понятие овощи не может быть рядом быть. Как части целые. Почему? Овощи – это отношение к помидору и огурцам. Его частью являются. Помидоры – это будет частью, которая является. То есть, мы разомим. От рода и перейдем к виду. В данном случае вот… Виток, где… Не, ну род – это же понятие. А конкретность помидора и огурца – это единичность. Между понятиями и единичностью пропись же… Тоже отношение. Между понятиями и единичностью отношение целые части. Между родным видом тоже отношение целые части. Это единичность, но и что они являются частью понятия. Нет, ну просто между родом и видом не говорят, что понятие целого и счастья, это немного странно. Ну, например, у стула есть ножки, ножки – это часть стула, да, но как бы есть стул, а есть понятие предмет, у них же нет ничего, а там никакого отношения к счастью и целому. Ну, а как чувствуешь? Ну, родоведовое отношение, специфические отношения. Этот предмет, часть, у которой является овощ, другая часть, у которой является овощ, целая часть скажет, что что-то сказать. Ну, специфические отношения. Наверное, целая часть, или в другом смысле, какого-то. Ну, если понятие это отношение предметов, отношение вещей, то получается, что это все. Ну, если, как вы говорите, понятие отношения предметов, и оно висит настолько конкретно, то мы породим тут бесконечное количество понятий, потому что вещи бесконечное количество, и все попарные отношения дадут бесконечное количество понятий. Бесконечное, такое же, сколько вещей еще. Я говорю, больше, потому что они попарные. А, попарные надо больше, согласен. Больше. Я это говорил, что оно настолько приемлемо. Получится как-то странно. Зачем, может, эдетический подход более приемлем, там, и понятия меньше. А тогда и получается, что искусство настоящего философа это забывает. Не помнили, что это такое. Не, ну, Аристотик критиковал, в частности, эдетический подход, что там эйдесов слишком много. Мы не получаем никакого упрощения знания, да, когда переходим от конкретности вещей к понятиям. Да, а здесь получается, что… А здесь фундаментально вообще, как бы мы все усложнили настолько, что понятия, понятия, понятия можно выбросить. Потому что надо каждый раз в своей конкретности рассматривать соотношение конкретных вещей. Ну, я и говорил, что всякий раз добавили зеленый помидор, и стали духовно богаче гораздо. Не, ну просто понятия изменились. Будет третья понятия? Да, 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 да. Конечно, изменилось, да. Поэтому, к сожалению, эта ситуация, троих овощей, она, мне кажется, что и не удерживается. Да не удерживается. Просто у троих овощей будет другое понятие, чем у двоих овощей. Вот и все. Понятно. Вот это то же самое, что я хочу сказать. Просто вот, во-первых, у меня было, что троих овощей нет. Потому что третья овощей – это всегда другое, чем блюдо. Расставшись с идентическим подходом, мы тем самым впали в новую проблему, да. Каким образом мы будем вот проблему сравнения помидора и огурца, это… как понятие овощей. А потом соотносить с проблемой соотношения, скажем, там, не знаю, свеклы и огурца, да. Ну, как нового понятия овощ 2. Такие приколы были, да. Все-таки надо помнить, что логически первым является восстановление тождества вещей. И вторым шагом является сравнение их свойств как свойств вещей. Не как самостоятельное качество, а как свойств вещей. И здесь происходит то же самое – восстановление тождества вещей и сравнение. Не просто самостоятельное качество и свойств, а как качество вещей, как свойств вещей. Поэтому их отношение надо отсылать к отношению к отношению вещей. А не получается ли тогда, что то, что вы утверждаете, что в начале тоже стоящей их понадобится, что это и есть единость? Все, я могу объяснить. Но это и есть единость. Нет, я могу проще объяснить. Отношение свойств свеклы как темно-красного и отношение красного помидора не сдаёт нам отношения между красным и продолгователем. Отношение темно-красного и красного не сдаёт нам отношения между красным и продолгователем, не Cenныя. Темно-красного и красного не дает вам отношения между красным и зеленым, прошу прощения. Ой, зачем мне эти подробности в Корее? И так все понятно. Просто, когда мы говорим, что тожество первичное сравнение, это означает, что это эйбис. Вот и все. Если тожество первичное, то это и есть эйбис. Ну, подругими словами. А в классическом подходе я вроде бы как... В классическом точно так же тожество первичное. Сначала человек, а потом мы видим уже конкретных людей. Сначала некое тождество всех людей, а потом мы видим уже Сократ, Аристотель. Может быть и не страшно. Это может быть и страшно. В чем дело-то в классическом подходе? У нас отношение между Сократом, Аристотельом и Платоном, это отношение двух разных мест, в первую очередь. А потом отношение Кудрявого, Толстого и Лысого. И отношение двух мест нам позволяет сказать, что все это любит. А здесь такого нет. У нас отношение между вещами не является отношением места. Ну, не только. А также еще вещи соотносятся с другими дружками, как вещи, имеющие свойства. У нас отношение, свойства сравнивают с другими людьми. Я, конечно, и ключу на великолепную троицу Сократа, Платона и Аристотель, что субъектно-великатная структура вызывает отношение мест как ничего самостоятельного. Может быть, и к ней еще, конечно. Потому что Аристотель, Платон случился с людьми как бы... Мы сначала знаем эйдос человека, а потом... Эйдос – это когда помидоры обурезут примеры. Да. А здесь есть ситуация, например, где отношение торжества. Например, это они потом. Вначале как бы между ними торжества. Помидоры обурезут торжества между ними. Как? Но это отношение торжества. Если бы они принялись в сущие овощи. Отношение торжества. Еще раз. Отношение с собой. То есть как? Что это? Мысли признают себя. Как она может признать себя? Только установлением отношений между собой и собой. Это совсем нет. Если ваше возражение насчет счастья и целого, вы ведь тоже утверждаете, что ваше торжество рядоположно помидору этим. Я говорю, как счастье целое. У вас, собственно, это торжество точно такое же сущие. Правительство, что целая часть, там сущие или нет. А у вас торжество сущие или нет? Там уже есть сущие у вас. Сущие торжества. И вы хотите сказать, что у вас не эльбис? А сущие отношения торжества. Ну какая разница? Это же слова. У вас некое сущее понятие. Это и есть эльбис. Сущий род или сущее понятие. Это и есть эльбис. У вас торжество сущее. Нет в ситуации сущего ни примера. Ну специфический эльбис. Хорошо. Но все равно эльбис. Какой-то ваш, свой. Он не тот, который нуждается в... То есть осуществление... Не платоновский. Не платоновский эльбис у вас. Да. Ну и не платоновский... И не платоновский не эльбис. Ну почему? А почему не эльбис, эти сущее понятия? Нет. Поэтому не платоновский эльбис. Нет. Просто по факту не платоновский не эльбис. Ну я не знаю, как бы сущая... Томощность? Нет. Нет о мощности. Да это мы видим. Не надо примера никаких. Сущая тождесть, то это и есть эльбис. Я бы даже сказал платоновский. Но вы почему-то считаете, что платоновский эльбис это специфическое отношение как бы эльбис и его примера. Ну пускай так вот. Ну это так, платоновский. Хорошо. Ну значит у вас какой-то эльбис, но не платоновский. Ну понятно. Потому что сущее понятие как бы это и есть, ничто иное как и нет. Я еще вот что хочу сказать, что если мы берем вот это вот отношение к эльбису, свойствам, которые... Ну оставим себе налоги, я просто не могу понять, можно сказать. Отношение свойств, которое сказывается об отношении тождества вещей. Потому что отношение к эльбису не такое как отношение к эльбису. Отношение свойств это отношение различия, а это отношение к тождеству. Так вот, если мы возьмем эту ситуацию, когда отношение свойств сказывается в отношении тождества вещей, то... В отношении свойств есть некий признак, который задает отношение. Если упростить ситуацию... Круглая... Проноговато или расположен бессмертными отрежками... Пусть что будет круглая, это будет проноговато, или просто это будет короткая термогидрина... То, чем отличается вот этот звук, то, что он курсан, звук субболезона, оно и задает отношение. И мы как данный эксперимент, мы брали три отрежда, и показываем, что... Возглавление... Возглавление признаков... Возглавление признака и задает отношение. Именно существование, осознание этого признака и делает осознанно, задает отношение. Но при этом мы... Это действительно было так... Но мы, видимо, когда... Социальное качество это не так... Хорошкое, длинное, это качество. Возглавление... Возглавление... Возглавление качества дается признак. Но... Мы не осознавали... Значение признака... Как... То есть кто мы... Наша сознающая форма... Не осознавала, что... Признак является именно тем, что устанавливает... То есть... Возглавление... Поэтому... Следующим жаром... После сравнения... Там... Возглавление... Возглавление... Свойства везут собой... Следующим жаром... Какие-то... Одни вещицы... Является... Учленение признака... Как того... Что... Задает это отношение... Учленение признака... Как основания... Постановленности отношений... То есть... До сих пор... Появляли всякие... Свойства... Это... Свойства... Это... Свойства... Свойства... Признак задавал... Отношения... Но не выходил за пределом... Отношения... Именно... Устанавливал... Это... И поэтому... Оставался... Внутрь... Без него отношения... Не устроился... Но это обстоятельство... Что... Без него... Без признака... Отношения... Не вытерялось... Самостоятельно... Внутрь... Не осознавал... Поэтому... Следующим шагом... Отменция... Собирается... Учленение... Этого признака... За пределы отношений... Как чего... Как... Признака отношений... Не признака отличается... Его от этого... От признака отношения, которое существует самостоятельно, в каком-то смысле в кавычках, потому что в него определённо. Это признак. Это не новая тачка. Это признак, который раньше устанавливал отношения, теперь сознаётся, как устанавливающие отношения, и на этом основании выделяется основание для всего отношения. Но это как то, о чём я прошу в сказке. Стена белая. Стена белая. Вот этот признак. А-Ая. Стена А, то есть существительная. Белая Ая, то есть прилагательная. Вот это отношение именно признаков А-Ая. Одинственное, надо же не признаков. Потому что у этого нет прибавки. Некоторые тоже признак, что нет прибавки. Даже мальчик знает. Может тоже отсутствует признак, который является признаком. Вот. Вот эта вот стена белая, вот это разумнение признаков в качестве основания отношений, дает нам вот такое уже отношение признаков. Отношение признаков. Вот. Стена белая, а Ая, в моей сказке вот это вот отношение признаков, это и есть мысль. Та, где мысль спряталась. И должна быть спрятаться. И когда… Та, где мысль в тождестве, в тождестве мысль нету? В тождестве. По-моему, в тождестве мысль спряталась. Именно как бы благодаря тождеству и существует мысль, да. А и даже этот признак, который выделяется, тоже благодаря тождеству. Ну, я не даду. Не, ну просто это может быть более усложненная мысль, более усложненная. То есть есть первичная мысль, самая простая. Тождество. Но… это же самая простая мысль. Есть свойства вещей. Мы берем, еще раз, качество не сами для себя, а как качество вещей. Как достоинственность и причастность к вещам. Мы берем. Но когда мы в их сравнении находим некоторое отношение признаков, потому что круглый и продолговатый, они соответствуются в этом месте. Думает, что мы имеем в виду, что отношение к круглый и продолговатый. И мы намного же даем. Если мы его осознаем как задающие, делающие отношения к другому, их самого отношения, предусловно основание отношений, то это некоторое новое движение, которое немножко мне напоминает вот этот вот ААА. Е-е-е-е, еще е-е-е-е, еще е-е-е-е. Вот. В мир признаков каковы. Но я на этом должен остановиться, потому что ничего более определенного не придумал. Итак, отношение свойств сказывается от отношений вещей, а отношения признаков тут же нельзя сказать «сказываться». Отношения признаков тоже существуют. При сравнении качеств возможно движение в сторону отношений. При установлении отношений свойств возможно движение в сторону отношений признаков. Это тоже не шаг, который имеет оправдание. Что с этим шагом делать, я… А почему признак у вас это отличие, а не тожество? Ну, признак – это уж точное отличие. Потому что он признак задает отношения. Все это было круглое, а это круглое. Нельзя поэтому сравнивать. Одинаково. Бог купил. Ничего не дает. Именно отношения… Нет, ну мы говорили вот длина, допустим, да? Даже две одинаковые длины дают длину? Или не дают? Я не помню, что это сообщить. Две одинаковые длины… Просто когда у нас нет проскраски, то не дают длину. То есть признак – это же вроде должен быть уровень понятия, а у вас получается, что признак как часть… Нет, нет, уже если постараться лифт, то в разных местах, когда на то же время, ничего страшного. Нет проблем. Вот. Вот. Вот этот шажут, я на неделе, я говорю, что они совсем не приключают. Вот я в этой неделе, я намечтал о ситуации выноса признака, который действительно устанавливает отношения. Но в качестве вынесенного он как бы осознавился таковым. Осознавляющим отношениям. Это надо думать иногда. КОНЕЦ 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 Удивили Рэн КОНЕЦ Удивили А Продолжение следует...